Всем привет! С вами Ирина Агапова. Вы, наверное, уже соскучились. Давайте сегодня поговорим с вами вот о чем. Речь, как всегда, пойдет о программе общественной благотворительности All World. Я хочу сегодня поговорить с вами о плохих отзывах. Откуда они вообще берутся? Мне многие пишут, вы посмотрите сайт ВОД или посмотрите сайт доверия в сети. Да я этим сайтам доверия в сети я не доверяю. Откуда они берут вообще информацию? Надо читать отзывы. Ну, а если вы думаете, что плохие отзывы у нас удаляются, а хорошие остаются, пообщайтесь с людьми, которые в проекте преуспели и работают не один год. Но один из таких людей это я. Я в проекте уже два года и добилась хороших результатов. Вы можете наблюдать мой кабинет в моих прошлых видеороликах, как я работаю, какие методы я использую. Все это есть. Еще мне очень многие люди говорят, почему вы не говорите, что оказание помощи у вас 105 долларов. А вы чем вообще думаете или смотрите? Почему вы думаете, что 5 долларов оказание помощи? 5 долларов это активация аккаунта и плюс 100 долларов оказание помощи. Получается, чтобы вы получали в свой адрес денежные переводы, надо заплатить 105 долларов. И в видеопрезентации это говорится, как можно регистрироваться, не знакомясь с проектом, как кота в мешке покупают. Не глядя регистрируетесь, что ли? Итак, откуда вообще берутся плохие отзывы? Я думаю так. Например, человек зашел в проект, заплатил деньги, поработав неделю, как у нас в чате, многие выходят, две странички запустили, пролайкали, пару постов запустили, поделились и все. Пишут, ну все, я спать, а то я очень устал. Нормальная работа вообще, да? Сама поражаюсь. Вот потом такие люди говорят, ой, вы знаете, у меня ничего не получается. И пишут отзывы. Компания Лохотрон. А в чем Лохотрон? Вот я людям, которые мне задают такой вопрос, я их спрашиваю, скажите мне, пожалуйста, в чем именно развод и Лохотрон? Это два любимых слова у людей. Если вы отправили денежный перевод другому человеку на единый кошелек, и этот человек получил этот денежный перевод и вывел его на карту, в чем развод? Я вот таких негативщиков никогда не удаляю комментарии и не ставлю в черный список, потому что 99% негативщиков это наши будущие участники проекта. Я начинаю с ними беседовать, чтобы они включили свои извилины и логически порассуждали. И когда мы приходим к выводу, что человек один отправляет денежный перевод, а второй человек его получает, я тогда спрашиваю, где Лохотрон? Где вы увидели развод? Человеку ответить нечего. В итоге он к нам присоединяется. Ну, таких вот основных негативщиков 99%, что они наши. Поэтому вступайте в дискуссии и не удаляйте комментарии, пускай они будут. Они наоборот привлекают внимание к вашей страничке в социальной сети. Еще берутся плохие отзывы. Например, в одном конце города пукнешь, в другом конце города говорят, что обкакался. Это негатив очень-очень быстро распространяется. Работать надо, товарищи. Работать. Если вам это слово не нравится, работа от слова раб, значит получать надо удовольствие от участия. Вот я получаю колоссальное удовольствие. Я живу и дышу этой программой. И это все еще подпитывается денежными переводами. Уже переводы, наверное, ежечасно приходят. Может быть, 10 или 12 переводов в день. Посчитайте теперь, сколько это в месяц. Еще люди у меня спрашивают, а закроется проект или нет? И сколько ему еще существовать? Я на такие вопросы отвечаю так. Людей на земном шаре больше 7 миллиардов. Может ли каждый человек, придя в проект, которому есть 18 лет, оказать помощь другим людям? По-моему, каждый человек на земном шаре может оказать помощь. А как следствие, он будет получать свой адрес, денежные переводы. И люди на земном шаре никогда не закончатся. Поэтому проект у нас легальный. Поэтому закрыться быть такого не может. Компания платит налоги. Он официально зарегистрирован. А мы, участники, налоги не платим. Потому что деньги дарения налогом не облагаются. Еще хотела с вами затронуть такую тему. Но очень многие мужья или жены плохо относятся к участию своих половинок в этом проекте. Я тоже столкнулась с такой проблемой. Мне муж не разрешал принимать участие в проекте. Он даже не вникнув в этот проект, кричал направо и налево, что это лохотрон, что у вас нет никакой продукции, и что вы детям не помогаете, и деньги непонятно куда уходят. Я человек упертый и очень целеустремленный. Если я поставила цель, то лучше не вставать у меня. Я пойду на пролом. И дорогие наши половинки, поддержите своих мужей или жен. Не надо вставлять им палки в колеса. У меня муж перевязал провода. Он мне ломал компьютерную мышку. Он мне не давал работать. Поэтому я на себе это испытала. Он мне не давал слушать вебинары, которые проводились у нас три раза в неделю. У меня выключал роутер. И все равно я добилась того, какую цель я поставила, я этого всего добилась. Если ваши половинки так себя ведут, то значит, это не ваша половинка. Начинать всегда тяжело. Я считаю, что работа в интернете, если она вам по душе, это лучше, чем когда вы ходите на работу, тратите деньги, тратите свое здоровье и тратите свое время, пока вы добираетесь на работу. И встаете еще рано. Для меня рано встать, это смерть подобна. Я сплю сколько хочу. Я сплю до 12 часов дня. И я не считаю это ничем постыдно. Если я успеваю поработать, сделать свои домашние дела, сделать с ребенком уроки и уделяю ей внимание, и деньги еще домой приношу, так ваши половинки должны радоваться, а не ставить вам палки в колеса. Поэтому поддерживайте своих жен и мужей, которые работают в проекте. Не ревнуйте их, если они общаются со своими участниками, если это противоположный пол. Эти участники вам принесут переводы. Это сеть. И помните, что богатые строят сети, а бедные ищут работу. С вами была Ирина Гапова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok